Мама-папа, бабушка-дедушка и старший брат и сестра, если они могут подтвердить свое родство. То, что они говорят, я просто бабушка, это у нас как бы пока не показатель. Пояснение по закону 1539. После 10 вечера несовершеннолетние могут находиться на улице только в сопровождении законных представителей. Инструктаж перед выходом на смену, в первую очередь для Анны, это ее первый выход. Она будущий медик, переживает за детей, до этого занималась агитацией, теперь практика. Мне всегда нравилось помогать нашему городу в различных таких мероприятиях, включая осуществление закона 1539. Это все важно для детей, потому что это же их самих и обезопасить. Это центр города, излюбленное место отдыха молодежи. Уже больше 9, но еще не 10. У тех, кто старше 14 лет и запозднился, есть еще примерно час и паспорт в кармане. Всего за 2017 год дружинники выявили порядка 500 случаев нарушения детского закона. Это одно из основных направлений работы. С прошлого года дружинники принимают участие в патрулировании аэропорта и железнодорожного вокзала. Немногим больше – Анапскому молодежному патрулю. В нем более 60 участников. Все совершеннолетние. На вокзале мы помогаем сотрудникам полиции осуществлять общественный порядок. Собственно, смотрим, нет ли сумок бесхозных и все тому подобное. Также смотрим за тем, чтобы не было людей подозрительных, которые проявляют себя как-то асоциально. Лишние глаза и уши повышают эффективность любого патруля. Прошлым летом здесь при помощи дружинников задержали гражданина Республики Беларусь, которого разыскивали дома за хранение наркотиков. 2 марта 1959 года в Советском Союзе приняли постановление о создании народных дружин. В 2006 году в Анапе решили возродить такую практику. Сегодня в патрули выходят 243 работника анапских предприятий, в том числе ведущих здравниц. Во-первых, любой гражданин, который является народным дружинником, он внутри видит всю эту работу работников наших полиции. Он сам участвует в этом, он понимает, что он имеет право, что он не имеет права. И также он это доносит до граждан и даже до своих товарищей, с кем он находится в общении, друзьям, родителям. Также порядок помогают охранять около 100 казаков. Специалисты говорят, что едва ли не 99% преступлений можно предотвратить лишь одним присутствием человека в форме. По итогам 2016 года благодарностью губернатора отметили командира анапской дружины Игоря Филатова, а по результатам 2017 года четверых добровольцев. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.